привет привет в этом видео я предлагаю убить сразу двух даже наверное трех зайцев посмотреть какие нюансы выполнения есть при выполнении собственно жима штанги лежа на наклонной скамье посмотреть какие отличия существуют при работе на наклонной скамье в машине смита и со свободным весом на наклонной скамье и наконец вкратце сделать обзор самых-самых эффективных упражнений для развития грудных мышц если бы мне пришлось выбирать самые эффективные упражнения для тренировки именно грудных то на первые три места этого рейтинга я бы поставил жим штанги лежа на наклонной скамье жим гантелей лежа на наклонной скамье ну и пожалуй разведение с гантелями лежа опять-таки на наклонной скамье вы спросите почему именно такой выбор объясню все эти упражнения выполняются со свободным весом и обладают высокой эффективностью к тому же все перечисленные движения обладают свойствами поднимать грудь вверх а ведь у большинства людей и генетические то есть от природы грудные мышцы остаются вам развить именно верхнем отделе все их хотят поднять грудь тем не менее жим штанги лежа на горизонтальной скамье наиболее популярен почему обычно задается вопрос сколько ты жмешь лежа на горизонтальной скамье отвечу это дань традиции и можно даже сказать результат долгого пиара ведь даже на соревнованиях жим выполняется именно на горизонтальной скамье я всегда стремился накачать грудные мышцы такой формы чтобы в случае если оденешь майку мышцы люди было видно в этом в этом сегменте даже не напряженном состоянии чтобы тем более в напряженном можно было четко заметить что даже в майке верхний отдел груди настолько развит что так называемая зона воротничка или так называемая голубиная грудь присутствует то есть верхний отдел мышц груди это отдельная группа мышц это два разные отдела нижний отдел грудной мышцы и верхний поэтому такой важный акцент идет именно на тренировку на наклонной скамье для тех кто хочет по-настоящему классные грудные мышцы а сейчас мы снимем майку и посмотрим как выглядят мышцы груди нижний отдел верхний отдел куда идет нагрузка при жимах под углом вниз и куда идет нагрузка при жимах под углом вверх если же посмотреть на биомеханику всяческих жимов лежа то большая доля нагрузки приходится при горизонтальном жиме на трицепсе на нижнюю заметьте нижнюю часть грудных мышц и даже широчайшие мышцы спины но и конечно на передние дельты поэтому нужно принять решение если ты хочешь красивые выпуклые мышцы груди высокие хочешь накачать и поднять грудные то выбирай всевозможные жимы на наклоны а если твоя цель сильный и мощный жим лежа на горизонтальной скамье соревнования то нужно начинать тренировку с горизонтального жима и тратить большую часть ресурсов своего организма именно на это упражнение в своих книгах арнольд шварценеггер писал что тоже сталкивался с этой дилеммой много жать лежа на ровной лавке или перейти на наклонные жимы и улучшить форму грудных мышц арнольд сделал правильный выбор и вошел в историю как владатель самых эффектных грудных в истории бодибилдинга какой выбор сделаете вы если вы приняли решение жать штангу под наклоном то опять таки вы окажетесь перед выбором с какой техникой жать под каким углом каким хватом с какой амплитудой со свободным весом или все-таки в более безопасной машине смита существует две основные техники с позиции рассмотрения положения локтей в наклонном жиме локти постоянно разводятся в стороны или локти приводятся корпуса в нижней части амплитуды после чего снова разводите локти в стороны по мере выжимания снаряда я считаю что как и в жиме штанги узким хватом для трицепса приведение локтей увеличит участие трицепса в жиме и соответственно уменьшит участие рудных мышц поэтому рекомендую вариант локти в стороны пару слов о безопасности обязательно используйте замки некоторые люди думают я не одену замки если не смогу выжить я сброшу вес со штанги путем перекоса в одну и другую сторону вы не думаете о том что мимо может проходить ваш напарник или даже какой-то ребенок или девушка и на нее упадут блины обязательно используем замки во вторых как правильно страховать и обязательно ли страховать в этом упражнении как и большинстве жимов работа без страховки бесполезно сколько бы не тренировались какой бы опыт ни был заработать надо со страховкой напарника и хват при страховке должен быть вот такой обязательно обычно в хороших скамейках сзади идет приступочка такая на него становишься и так можно потянуть подстраховать более комфортно естественно еще есть тактика когда страхуют одной рукой другой вот так держится я ее иногда использую если допустим травма какой-то руки или плеча нельзя нагружать то можно применить такую страховку но более правильно двумя руками неправильно страховать вот так никогда вот так никого не страхуете ни на наклонной не на ровной скамейки так вы себя травмируете и вас еще утащит вперед вы упадете на того кого вы страхуете не думаю что это хорошая идея большое значение спортсмены уделяют углу наклона скамьи чем больше угол тем больше участвует вверх грудных мышц но не забывайте что и роль передних пучков дельты будет расти в этом случае недаром наиболее предпочтительным считается угол наклона 35 45 градусов обратите внимание что от наклона скамейки существенно зависит эффект который жим на лапке будет оказывать на ваши грудные мышцы чем более горизонтальное положение у тем больше акцентируется нижняя часть грудных мышц даже есть специальные жимы обратные на скамье с обратно наклон с обратным углом наклона вот с таким чтобы еще больше принести нагрузку на низ грудей преимущество таких жимов уменьшается нагрузка на дельты то есть при травмах дельты это выход при тренировке грудных мышц соответственно чем больше мы поднимаем скамью чем больше становится наклон тем больше нагрузка переходит на верхнюю часть грудных мышц но не стоит увлекаться потому что в таком положении уже также увеличивается нагрузка и передних дельтовидных мышц а наша цель все-таки грудные мышцы поэтому оптимальным считается угол 35 45 градусов то есть классический угол кроме того мы должны обратить внимание и на наклон сидушки ведь чем больше наклон тем больше выталкивающая сила будет выдвигать вперед наш тазобедренный сустав и соответственно тем больше надо поднимать сидушку чтобы у нас был хороший упор и тело спортсмена не выталкивалась со скамейки чтобы вы комфортно себя чувствовали что вам было удобно ну и наконец один маленький секрет о котором мало кто знает это что происходит при подъеме грудной клетки вверх при работе с большим весом рекомендуется поднимать вверх грудную клетку и сводить лопатки даже на наклонной скамье это позволяет работать с большим весом но обратите внимание когда мы поднимаем грудную клетку мы как бы этим самым меняем угол наклона то есть если мы прижмемся поясницей и не будем поднимать грудную клетку больше нагрузка пойдет на верхнюю часть груди поднимая вверх грудную клетку мы как бы делаем скамейку на которой мы находимся более горизонтальной поэтому чем больше вес и чем более выпячиваете вверх грудную клетку тем больше и смысл делать наклон скамей чтобы компенсировать этот эффект чем больше вес снаряда тем более опасной становится полная амплитуда движения будет тоже им с гантелями или со штангой если со средним для себя весом я могу почти касаться шеи там вверх грудных мышц то с большим для себя весом отдаю предпочтение частичной амплитуде движения и соображение безопасности для моих плечевых суставов понятие средний безопасный вес строго индивидуально если для меня средний безопасный вес это 110 килограмм я могу глубоко опускать то для такого человека это может быть 60 или 180 килограмм поэтому предлагаю считать опасными для плечевых суставов веса которые вы не можете выжать десять раз и придерживаяся в здесь безопасные амплитуды движения разный вид нагрузок и для связочного аппарата лучше взять небольшой амплитудой медленно сделать меньшее количество повторений с предельно максимальным весом чем максимальное количество повторений с легким весом ну а теперь я предлагаю сравнить легендарную машину смита и выполнение со свободным весом проводим несложный эксперимент и обнаруживаем что со свободным весом в первом подходе я выполняю 110 килограмм на 10 повторений страхует меня мастер спорта Виктор Фудимов который в свою очередь работает в клубе МДФИТ в Москве вместе со мной вот здесь беремся с закрытым хватом штанга находится над глазами и показываем как надо подавать снаряд раз два три по команде подали вывели вперед и отпустили опускаем опускаем достаточно итак 110 килограмм я выложил 10 раз на сегодняшний день мои возможности таковы очень важная информация в машине смита бывает механизм действия с компенсатором то есть вес грифа не учитываем и есть машины смита где нет компенсатора то есть гриф может весить даже больше чем 20 килограмм не учитывая это вы можете легко получить травму я сейчас буду выполнять движение в машине с компенсатором где гриф ничего не весит то есть мы его считаем как ноль поэтому весь вес 110 килограмм будет располагаться на грифе а вес грифа мы не считаем ну что мой коллега Виктор опять на боевой позиции ложимся берем хватом такой же ширины ведь от ширины хвата тоже многое зависит и работаем раз два все взял и у в и и и и и и ну что получилось 8-9 раз то есть с учетом того что это второй сет можно сказать что существенно результат не отличается а теперь вы спросите почему ведь считается что работа со свободными весами намного тяжелее эффективней чем работа с изолирующими весами так в чем же есть истина в чем же секрет действительно исследования ученых показывают что при работе с изолирующими упражнениями такими как в жим-машине смита в любых тренажеры станках на блоках в работу вовлекается меньше мышечных волокон и мышечный групп чем при работе со свободными весами но самое интересное это что открыли ученые когда речь пошла о работе с максимальными и максимальными весами при таких больших нагрузках разница между тренажерами и свободными весами нивелируется что в принципе на практике тоже подтвердилось многих спортсменов и мои тоже могу сказать что когда вы работаете в тренажере с хорошими весами разница исчезает когда я делал тягу узким обратным платам в тренажере с большим весом поднимал все блины фактически я обнаружил что в подтягиваниях мой результат с дополнительным весом не падал а наоборот рост хотя месяц или два мог вообще не подтягиваться только работать в тренажере поэтому мы разобрались с моим принципом превращения изолирующих упражнений в базовые которые в общем-то не мой а общеизвестный просто я его выбрал как один из тех принципов которые советую вам придерживаться на постоянной основе и наконец маленький бонус как широко браться за гривень при широком хвате у нас будет больше работать внешняя часть груди многие предпочитают жать средним хватом так как грудные мышцы при этом гораздо лучше чувствуются но мне так не нравится я всегда жал широким хватом и узкий хват узкий хват это попытка сконцентрироваться на внутренней части грудных мышц внешняя внутренней так как работа идет под наклон под углом вверх то скажем так верхняя внутренняя верхняя внешняя часть мы можем смещать нагрузку как и вверх вниз по грудным мышцам так и по приближению к этой точке крепления и к этой точке крепления но самое важное что вы должны понимать что гораздо более важно повышать рабочие веса какой бы хват вы не выбрали не советую вам на каждой тренировке менять хват выберите какой-то оптимальный для себя удобный физиологичный хват и работайте на силу наращивайте силу наращивайте силовые показатели это главное а работать над каким-то маленьким отрезком грудные мышцы мы будем когда уже будет построена база еще важный момент сколько повторений делать сколько отдыхать между подходами сколько раз неделю тренировать грудные мышцы и так далее ну скажем так традиционная система это три подхода по 10-15 повторений то есть многоповторный тренинг я же рекомендую вам переходите на многоповторный тренинг когда уже у вас будут застроенные рабочие веса хотя бы 100-120 кг тогда можете экспериментировать работать в режиме пампинга когда у вас еще на штанге нет блинов в любом случае это будет неэффективно думаю какая-то логика в моих словах для вас найдется по поводу отдыха между сетами начинающим 1-2 минуты но буквально когда начнут работать рабочие веса советую вами повышать паузу отдыха вы увидите как это положительно повлияет на нарабатывание силовых показателей рабочих весов ну и сколько подходов я думаю что два-три подхода до отказа рабочих после одного-двух разминочных подходов будет самый раз три раза в неделю тренировали рудные мышцы тоже никакого смысла нет первые недели своих тренировок совсем начинающие работают но можно сделать три тренировки в неделю но уже буквально через месяц разделяете одна тяжелая тренировка в неделю и одна легкая или просто одна тяжелая рабочая тренировка рудных И все, в течение недели восстанавливаемся, едим, бьем. Большего не нужно. Стоит учитывать, что в одних тренажерах крюки снимаются и задвигаются вращением кисти в одну сторону, а в других упражнениях вращением в другую сторону. Поэтому вы должны лечь так, в том направлении, чтобы при жиме крюки не норовили зацепиться за пазы, и вы получите стресс. Поэтому выбирайте удобное положение, учитывайте эту особенность движения крюков пазы. Теперь хотелось бы уточнить, какие особенности есть в машине Смита. Есть машина Смита, где по рельсам движется штанга строго вертикально, а есть с маленьким наклоном. Естественно, на русском будет разное, вертикальное движение будет самое трудное. Поэтому учитывайте, когда мы будем сравнивать жим штанги и жим в тренажере Смита, что я выбрал вертикальную скамью, чтобы все было честно. И, конечно же, угол наклона мы выставим такой же приблизительно, как и был со свободным весом. Это тоже очень важно. Хотелось бы отметить, что в машине Смита не так работают мышцы-стабилизаторы, поэтому предпочтительно такая работа. Если у вас есть какая-то травма, болит плечо, вы сможете приноровиться, выбрать угол, где мышцы будут работать, а травмированный участок не будет чувствоваться. Кроме того, машина Смита безопаснее. Если вы выставили страховочные ограничители, и можете, если чувствуете, что не можете выжать, можете зацепиться крючками за специальные пазы. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я постарался как можно больше моментов затрону, касательно жимов на наклойной скамье, их вариации разными хватами. Если вам нравится, то обратите внимание, все, что мне от вас нужно, это просто увиделось снова и снова. Я объявляю акцию на своем канале. Никакой рекламы, ноль рекламы. Максимальное повышение качества видео. Также мы изменили немного стандарт. Теперь вы будете видеть различных героев, не только меня, потому что герой всегда надоедает, какой бы он хороший ни был. Я надеюсь, вы узнали для себя что-то новое, посмотрев данное видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал и рекомендуйте его своим знакомым. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok